Совершенно не секрет, что созависимый, когда принимает тот факт, что вот он созависим, это первый шаг на пути к выздоровлению, второй шаг – это нужно изменить себя, начать себя. Мария Мараханова, ведущая психолога. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев. Магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи «Зависимым и созависимым». Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз. Пока мы живы, можно всё исправить. По-моему, Махат Маганти сказал, что «хочешь изменить мир, начни с себя». Замечательное выражение. Я очень люблю эту цитату. Вот «хочешь изменить мир, начни с себя». Как? С чего нужно начать? Расскажите. Знаете, это работа над собою. И только над собою. Не включая других людей. Да, только над собою. Мы помним, что с «Зависимым» мы не можем спасти, а себя можем. И мы начинаем работать над собою, над своим выздоровлением. И надо помнить, необходимо помнить, что «Зависимый» сам отвечает за своё выздоровление. А мы должны контролировать, научиться контролировать себя и отвечать за себя. Нужно, конечно же, научиться говорить «нет». Ой, это сложно, конечно, сделать. Многим требованиям зависимого человека нужно научиться говорить «нет». Для чего? Опять же, как мы уже говорили, чтобы вот это перерезать пуповину. Очень часто бывает, зависимые просят денег на очередную дозу. Мы говорим «нет». Очень часто у нас зависимый тянет ниточки за ниточкой, манипулирует нами. Вы знаете, тоже на манипуляции нужно уметь научиться говорить «нет». И вообще мы обучаем созависимых очень такой интересной, важной фразе «Если хочешь погибать, погибай, а я с тобой погибать не буду». Вплоть до того, что я говорю, пожалуйста, выпишите эту фразу, на стеночку повесьте, запомните, выучите наизусть. Вы должны это сказать ему вслух. Если хочешь погибать, погибай, а я с тобой погибать не буду. И начинаем заниматься собой. Здесь, конечно же, нужно понимать, что ключ к изменениям себя лежит через действие. И только через действие. Вы знаете, в этом плане я необычный психолог. Почему? Потому что многие люди сегодня в современном мире ассоциируют психологов с болтунами. Но, вы знаете, если я буду болтуном, я буду неэффективен в своей работе. У меня, скажем так, очень четко видно, выздоравливает или не выздоравливает. Изменяется жизнь или не изменяется. И если я буду болтуном, я не смогу помочь в своей работе. И наоборот, скажем так, только пропуская вот эту теорию через свою жизнь, пропуская все то, чему я учу, через собственную жизнь и, скажем так, передавая это как свой опыт, вот таким образом, да, я буду... То есть это действие. Это действие. А какой пример вы можете еще привести про действие? Потому что вот когда вы говорили про нет, сразу вспомнила всех знакомых, часто свойственно это женщинам, когда мы не умеем говорить нет, да, каким-то моментом, ой, ну я еще немножко, даже себе не можем порой сказать нет в каких-то моментах, в каких-то моментах жизненных того, что там, каким-то соблазном сказать нет, вот с этим как-то понятно. А вот здесь вот с действием, то есть какой пример вы можете привести? Вы знаете, я уже говорил о технике преодоления, и я уже говорил, что в созависимом в голове есть такая магнитофонная пленка, зацикленная, которая все время, точнее время от времени включается, крутится, допустим, полчаса крутится, потом отвлекся, да, потом мысли о своем близком. Где же он, чем же занимается, какой он придет, этот страх, мысли, как сильно он ее обидел, как он сильно ранил, мысли о том, какая я жалкая, как вся жизнь моя порушилась, разрушена, как мне плохо. И вот эта мысль не крутится, крутится, постоянно крутится, крутится. И одна из техник преодоления, она связана с тем, чтобы перестать об этом думать. Но как? Если это происходило годами, если это уже отработан навык, это уже часть вашей привычки. Плюс, вы сами понимаете, что женщина очень эмоциональный человек, и вот эти любые, вот эта любая несправедливость, обида, она в любом случае очень сильно женщину ранит, доставляет ей глубокую эмоциональную боль. Как научиться? Вот это и есть техника преодоления. Она состоит из двух вопросов. Всего лишь два простых вопроса. Вообще, когда я работал и, скажем так, изучал различные техники, методики, знаете, что я заметил, что, допустим, у ребят есть, выздоравливающих от зависимости, есть 21 рекомендация. Как 21 день, за который вырабатывается привычка. Да, рекомендация, да. И ребята сорвутся, и я спрашиваю, ну скажи, пожалуйста, что-то, не помнил рекомендации? Да, помнил. Но для них вот слишком большое количество рекомендаций действует наоборот, то есть они не могут. То есть, чтобы помочь человеку зависимому, нужно что-то было простое. И вот здесь вот два, всего лишь два, не двадцать, а всего лишь два простых вопроса, которые помогут корне изменить жизнь и зависимого, и созависимого человека. Первый вопрос. Чего я добьюсь таким поведением? То есть, вот на этот вопрос нужно письменно, достаточно максимально объективно ответить и составить список, чего я добьюсь таким поведением. И мы начинаем. Чего я добьюсь таким поведением, если я буду об этом постоянно думать? Я разрушу свою жизнь, у меня ухудшится здоровье. То есть, если я буду делать какие-то такие... Если я буду об этом постоянно думать, чего я добьюсь таким поведением? Смерти, депрессия. Депрессия, да. Я ни на что не способен, я ни к чему не стремлюсь, я никчемный. Да, низкая самооценка. Низкая самооценка, вот это вот депрессивное состояние. И мы максимальное количество вопросов выписываем. Будет их 10, хорошо, 20 еще лучше. Эта работа проделывается один раз. То есть, чего я добьюсь таким поведением? Второй вопрос. Как я могу поступить иначе? И здесь уже ключ к решению вот этой проблемы лежит в действии. Смотрите, вот здесь ключевое слово «поступить». «Поступить». Как я могу поступить иначе? Точно так же, как и на первый вопрос. Максимально объективно отвечаем и пишем действия. То есть, если в первом случае мы начинаем себя гнобить, то во втором случае... Ну, не гнобить, мы вспоминаем, к чему это приведет. Мы должны понимать, скажем так, если я продолжу это делать, к чему я добьюсь? К чему это приведет? Ну, к чему-то плачевному, негативному. ...плохим негативным последствиям в моей жизни. Для меня это будет катастрофой. Я должен понимать, четко это видеть, картину полностью, все. А в другом случае, то есть, получается... Это альтернативное действие. Да, альтернативное действие. Почему? Потому что мысль — это тоже действие. Я действую, каждый день действую. Я думаю, я причиняю себе боль, раню еще глубже. Знаете, это как мазохист. То есть, мы доставляем сами себе боль. И, ну, так вот, интересно, странно наш организм устроен, что, к сожалению, мы способны получать удовлетворение даже от боли. Да, конечно. В данном случае, да, созависимые, делая себя больно, испытывают такое вот нездоровое удовлетворение. Как будто хорошо. Вот почему-то такой вот механизм, да, вот существует. А как вот эту боль можно, как сказать, не то что даже искоренить, а как вот ее... какие упражнения, может быть, или что нужно делать, чтобы научиться правильно приносить себе удовлетворение в жизни, чувствовать себя счастливо, любить вот это вот. Передача будет об этом. Мы будем говорить о том, вообще, как за счастливым, и вообще, что такое счастье. Ну, это про любовь тогда в себе. То есть, как вот это вот... Начать-то нужно с себя. Да, да. Мы начинаем с себя. Да. И... А любовь – это тоже действие. Помните, мы уже говорили, что любить – это... Действовать. Это глагол. Это глагол. Да, это глагол. И вы знаете, этот глагол способен творить чудеса. Я уже говорил о том, что этот глагол «любить» способен исцелять семьи. То есть, если... Да. Я даже, знаете, когда ко мне обращаются семейная пара, вот, или кто-то один, супруга или супруг, и говорит, что у нас очень плохие отношения, у нас почти доходит до развода, я всегда говорю, пожалуйста, дайте мне 40 дней. Дайте мне 40 дней. Это как пост? Нет, не как пост. Пост 40 дней. Это некая программа, которая рассчитана на 40 дней, где каждый день ты должен что-то делать для своего близкого человека. И, как правило, если, скажем так, хватит сил и терпения каждый день что-то хорошее, доброе именно делать, то жизнь изменяется в совершенно противоположную сторону. То же самое и с созависимым человеком. Мы учимся делать, мы учимся работать. Что это такое? Да, действительно, самое главное – это полюбить себя. Почему? Потому что в Священном Писании написано, как там написано? Люби ближнего твоего, как самого себя. И вы когда говорили про любовь, да, в Библии тоже написано, про вот эти заповеди, законы любви, что любовь долго терпит, любовь милосердствует. И это действительно исцеляет, она наполняет, искореняет вот эту боль. Настоящая любовь исцеляет, да. Но вы помните, что это любовь действий исцеляет. И невозможно, вы знаете, как думает, кажется, что я себя забыл, я себя забыла, я растворилась в другом человеке, я уже на себя, наплевать мне на себя. Меня волнует только он. Мы думаем, что так мы проявили любовь, но это не любовь. Это не любовь к себе. Хотите полюбить близкого человека? Начните. Себя возле Биближнего, как самого себя. То есть настоящая любовь к нашему близкому начинается с самого себя, с того, что я начинаю любить самого себя. И сегодня, к сожалению, уже понятие любовь, оно немножко исказилось. Но вот именно настоящему понятию любви мы обучаем наших созависимых женщин, с которыми я занимаюсь. И как же это происходит, да? Да, какие практические шаги могут поспособствовать развитию вот этой вот любви? Потому что всё в жизни нужно добиваться, достигать, развивать, идти и, как вы правильно сказали, действовать. То есть это глагол. Какие нужно предпринять практически? Мария, вы знаете, как первое, самое первое правило, как полюбить себя, оно будет странное. Оно не такое, скажем так, как вы можете ожидать. Но это самое главное, это самое первое правило, и оно очень важно. Любовь к себе начинается, когда мы начинаем заниматься духовной практикой. Аминь. Аминь, всё. Почему? Вы знаете, недавно на консультации была девушка, она из детского дома. И вы можете представить, как это внутри огромная боль, через что она могла пройти, и как ей сложно без мамы, без папы в её жизни. Нам без папы часто бывает сложно, у кого нет папы. Тут без папы, даже без мамы. И вы знаете, таким людям очень сложно, потому что у них ранена душа. Помните, как с обезьянкой, им некуда прийти, некому прийти. Но вы знаете, как я уже говорил, моя работа – это давать людям надежду. Это моя профессия – нести надежду в каждый дом. И вы знаете, для неё тоже есть надежда. Потому что я ей так и сказал, что, знаешь, я тебе скажу то, что я никому не говорю. Другому человеку я не порекомендую такие рекомендации. Но тебе, реально тебе, помогут духовные отношения с Небесным Отцом. Почему? Потому что даже если нет папы, но когда человек находит в Небесном Отце своего родного отца, близкого отца, и называет его папочкой, то происходит, к примеру, то же самое исцеление, как будто я пришёл к своим родителям. То есть в духовных отношениях такие люди, и, в принципе, мы все можем найти исцеление. И с этого начинается наша любовь. Почему? Потому что в Священном Писании, в молитве к Богу мы как раз-таки находим тот источник любви. Поэтому, как бы это ни странно ни казалось, просто поверьте мне, что любовь к себе или научиться любить тебя заново начинается с духовной практики. Да, это как опора. То есть когда мы знаем, что есть тот, кто может помочь в любой ситуации. Да, вот у меня тоже так было, когда вот это знакомство такое с Богом, не просто с какой-то отдельной там личностью, которая где-то там находится, а действительно принятие его как отца, как того, кому можно прийти, очень многое даёт. Даёт надежду само по себе, что я не одна, и я смогу с этим справиться. Я взрослая, и Бог мне может в этом помочь. Это даже осмысление просто этой мысли уже помогает в принятии даже себя самой, такое, какая я есть. Да. Вот в этом плане я необычный психолог, потому что, видите, что я начинаю не с каких-то психологических трюков. В первую очередь, когда я говорю о любви к себе, я говорю именно о духовной жизни. Здесь, конечно же, нужно помнить и беречь свой разум. Свой разум от телека, от пропаганды, я не знаю, от некоторых каналов, которые просто убивают, разрушают всё это чистое внутри. Душу. Да, душу убивают. Да, поэтому здесь вот именно духовная практика важна, потому что она помогает нам оставаться чистыми, светлыми, добрыми, несмотря на ту грязь, которая творится в моей семье, вот духовная практика поможет мне оставаться, быть другим. Вот это вот уединение какое-то, вот когда мы остаёмся один на один во время молитвы, то есть, опять же, это не какие-то религиозные, вот лично для меня, практики. Не тому, что я просто прихожу в церковь, там, отстояла молебен, там, или службу, или просто пришла в церковь, посидела на проповедь, да, ну, для различных конфессий. Это не набор каких-то обрядов, это действительно просто духовное. Это к религиозным каким-то даже, ну, как бы, не относится. Да, Машенька, дело в том, что, да, к религиозности и к религии это, ну, скажем так, немножко не относится. Почему? Потому что это некая связь, это выше религии, духовное отношение. И здесь достаточно вспомнить отцов церкви, как тот из них говорил, что человек создан с пустотой в форме Бога. А что такое зависимость? Это попытка заполнить эту пустоту чем-то другим. Знаете, когда я всегда ребятам рассказываю, показываю, ну, вот, беру там стакан, там, шприц. Вот скажите, пожалуйста, шприц заполнить стакан? Да нет. Так вот сколько туда затолкать шприцов? Или там бутылку сюда засудят? Вот она не пометится. Вот тот же самый человек. У нас пустота в форме Бога. И духовные отношения помогают заполнить вот эту пустоту. Ничто другое не способно заполнить ее. Это первое. Второе, это, я говорю, всегда ищите поддержку. Не бойтесь просить. Не бойтесь. Почему? Потому что кто просит, то что? Кто просит, тот получит. Тот всегда найдет и получит. Поэтому не бойтесь спрашивать. Не бойтесь спросить. Не бойтесь искать. Знаете, как, наоборот, я прошлый раз рассказывал про книгу «Семь навыков». Как получилось? Я пришел к человеку, человека, который я очень уважал. Человек, который был очень мудрый человек. Я спросил, вот как мне научиться, вот как мне стать таким же мудрым, как и ты. И не стал мне говорить много слов. Он просто сказал, знаешь, вот почитай книгу «Семь навыков» «Семь навыков» в этих людей. Я бы не сказал тогда в прошлый раз, что я всегда, когда говорю о книгах, я в первую очередь говорю о Библии. Ну, я говорю даже так, что, вы знаете, про Библию я даже не говорю, что ее надо читать. Нет. Это аксиома. Это настольная книга для каждого человека. Ну, вот просто посадил книгу, просто порекундуал книгу. Я искал, я спрашивал, и я нашел. Поймите правильно, что нельзя стоять в стороне. И, опять же, подлежащий каменный вода не течет. Ищите поддержку, обязательно ее найдете. Спрашивайте, пишите. Недавно ко мне на консультацию попал человек, скажем так, буквально очень случайно. И так получилось даже, что я ему раньше отказал. Но так получилось, благодаря его настойчивости, он до меня достучался. Я сейчас не буду подробности рассказывать историю, потому что я хотел бы дальше рассказать, как любить себя. Третье, это удовлетворяйте свои потребности. Вы знаете, у каждой женщины есть, оказывается, для созависимых, это откровение своей потребности. Больше тысячи, мне кажется, их есть. Почему? Потому что, как правило, у реально созависимого человека нет своих потребностей, у него нет своей жизни. И что такое исцеление, что такое научиться полюбить себя, это означает вдруг вновь понять, признать, что у тебя есть свои потребности и начать удовлетворять их. Когда есть свои нужды, когда мы обращаем внимание. И я помню, когда пришла с какого-то тренинга, я написала больше ста каких-то своих потребностей, действительно истинных, не навязанных обществом. А то нам очень многие говорят так, вам нужно на Бали, вам нужно фреш какой-нибудь апельсиновый. Я вспомнила о том, что я на самом деле грейпфрут люблю, вот, и там обожаю Италию, потому что там красиво и на сапожок похоже. Вот всю жизнь мечтала туда попасть в этот сапожок, побывать. Что значит побывать в сапоге? И действительно, когда вспоминаешь о своих потребностях, оказывается, что их очень много. Очень много. И они поднимают не то что настроение, они переворачивают даже отчасти мышление. Они делают вас женщину-женщиной, настоящей женщиной. Да, да. А какие еще, вот, например, вот записали, мы вот узнали о каких-то своих потребностях. Что может еще приносить радость какую-то? Нужно просто научиться радоваться, научиться получать удовольствие в этой жизни. Надо помнить, что движение – это жизнь. Вы знаете, самый простой такой источник радости, дофамина – это является спорт. Почему? Потому что, когда мы занимаемся спортом, внутренние железы начинают активнее работать, работать, выделять вот все нужные нам хорошие эти вещества, вот реально после занятий спортом мы становимся счастливее. Я так стресс сбрасываю. То есть, когда после работы я выхожу, да, то мне нужно пройтись, и мне становится легче. То есть физически, как говорят, спотом выходит вот этот стресс, и, соответственно, заменяется вот дофамином, заменяется с этими полезными гормонами, которые есть у нас в организме. Моя супруга любит весь процесс. Это и сам спортзал, и сауна, и то, что тут возможность есть поухаживать за собой. Да, да, да. Обычно я меньше трех часов не сижу в спортзале. Да. Вот дальше. Научиться защищать себя. Пожалуйста. Это как? Не давать себе в обиду. Нельзя давать обижать себя ни словом, ни делом. Нужно, опять же, научиться говорить нет. Нельзя давать обижать, потому что, когда нас обижают, конечно же, мы будем себя чувствовать слабыми. И если это сделали раз, это будут делать постоянно. Конечно. К сожалению, это так. Поэтому ни в коем случае не защищайте себя, не дайте себя в обиду. Дальше. Примите себя. Примите себя такое, какое есть. Знаете, жизнь созависимого человека – это жизнь самоуничижения. Это жизнь полной вины какой-то. Друзья мои, простите себя. Примите себя. Бог нас прощает, а вы должны простить себя. Да, 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 простите себя, в конце концов. Примите себя такой, какой вы есть. Дальше следующее правило – это будьте нежны к себе. То есть, к сожалению, к сожалению, мы часто говорим о том, что русская женщина, она и… Коня на скокосте, но она, и в избу горячую войдет. Но давайте так, все-таки женщина, она должна оставаться женщиной. И женщина не должна на себе тянуть весь дом, все проблемы, как это бывает в семье зависимого, вся забота ложится на женский. Так не должно быть. Пожалуйста, делегируйте, передавайте, оставайтесь женщиной. Скажите иногда, что просто я устала, просто дайте задание где-то там, помогайте, пускай помогают чьи на семье, пускай включаются. Но женщина должна оставаться женщиной. Она не должна таскать сумки, тяжелые сумки там с едой. Она не должна там зарабатывать на всех. Я считаю, что женщина должна работать в свое удовольствие. Женщина – это как вдохновение мужчины. А для того, чтобы она вдохновляла, чтобы она вдохновляла, она должна быть легкой. А легкость – это релакс, это отдых. Для этого нужно, чтобы было время обязательно. Поэтому отдых – непосредственная такая часть. Именно так. Дальше. Поощряйте себе. Знаете, скажем так, мы уже говорили про мотивацию. Вот поощрение себе – это часть мотивации. Почему? Например, месяц, как я хожу в сообщество анонимных созависимых. Праздник, тортик, чай, подруг позвать. Поощряйте себя. Отмечайте вот такие вот, скажем так, дни особые. Съездите, отдохнуть. Простите все. Прекрасно. Выживут. Все будет замечательно. Италия ждет меня. Езжайте, отдохните. Устройте себе маленькие каникулы. Съездите куда-то. Отдохните. Сходите в кафешку, в кинотеатр. Просто отдохните. Поощряйте себя таким образом. Учитесь отдыхать. Дальше. Заявите себе. А все созависимые женщины, как правило, это серые мышки, на которых завалили столько забот, столько бед, что они чувствуют себя настолько подавленными, что они тихенькие, зажались в угол прямо как серая мышка. Ну, знаете, я всегда говорю, что научиться любить себя означает одеть яркую одежду и пойти сказать, заявите себе, сказать, что люди добрые, я есть. Я живая. И я живая. И я хочу стать другой. Я хочу быть счастливой. Заявите себе в социальных сетях. Начните выкладывать свои фотографии, в конце концов, как вы там, не знаю, на группе занимаетесь, путешествуете, отдыхаете. Заявите о себе. Это предпоследнее. Следуйте за своей мечтой. Это, скажем так, крайне важное правило, как научиться любить себя. Следуйте. У каждого своя мечта есть. Ведь правда? У каждого есть. Но, знаете, как много людей, которые просто похоронили свою мечту и забыли, даже боятся писать про нее. Пожалуйста, у вас есть мечта, цель. Добивайтесь ее. Следуйте за своей мечтой. Это может быть хобби, творчество, все что угодно. Спорт. Купите велосипед. Научите кататься. И последнее, мы уже об этом говорили, это помощь другим. Спасая других, спасешь себе. Сам это универсальное правило. Оно реально работает в жизни женщины. Когда ты понимаешь, что тебе плохо, и идешь, помогаешь другой женщине, которой еще хуже, ты действительно понимаешь, ты забываешь о своих проблемах. Забываешь, что тебе плохо. И это исцеляет человека изнутри. И таким образом, следует этим правилам, мы учимся заново себя любить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова